Всем привет, мои хорошие! С вами Силия Носвей. Сегодня у нас будет окрашивание. И окрашивание я буду делать впервые на 12% оксида. Девочки, я ни разу не красила. Мне никто никогда не красил на 12% оксида. Но мне сказали, что красочки Лонда. Вот две штуки взяла. Не знаю, зачем две штуки взяла. У меня еще половинка есть. Ну, короче, краску целую, я думаю, мы намешаем. 12-81 номер. Я поняла, что этот цвет мне очень нравится. Он реально такой вот жемчужный блондин, который мне нужен. И мне одна девочка написала, что она, видимо, с Лондой работает. Она говорит, вот прям вот на 12%, один к двум, тебе нужно покрасить твои корни. Девятки тебе мало. Вот она смотрит на меня в стриме и говорит, девятки тебе мало. А для нас же, для блондинок, 12% это же вообще просто какой-то трэш-пэпэш. Но именно краски работают именно на 12 хорошо. Именно на мой уровень корня. Я думаю, ну ладно. Ну, была не была, что сделаем. Пригласила к себе маму Чоли. Покажись, мама Чоли. Она будет красить, потому что здесь немножечко сложновато. Всем привет! Мама Чоли, ссылочку на ее канал оставлю под видео. Она для вас там готовит. Очень интересненькие вещи, блюда всякие. Елочки наряжает, влоги снимает. И что же, я ее позвала, потому что у меня очень сложная ситуация. Многие, конечно, спрашивают, чем ты красилась, Селена, у тебя такой красивый цвет волос. Но у меня здесь, ну, что только не намешано. А только я вижу, какой здесь трэш. У меня еще тонировочка была, предыдущее видео, кто не видел. Хорошо так затонировала, но я вчера помыла голову специально, чтобы немного эту тонировку смыть. И сейчас я думала, может быть, сделать смывку, чтобы все это смыть. Но, блин, не кайф мне делать смывку. Короче, будем сейчас по наитию идти и смотреть. Что сейчас нам нужно сделать? Сейчас я маме объяснила. Нам нужно покрасить корни и захватить еще вот этот желтый, вот это вот желтое. Это я два раза окрашивала лондой другого цвета. А вот это как раз таки, вот видите, беленькое вот такое. Видите, она прям полосочка белая, красивая. А потом опять идет желтое, видите. Вот это белое как раз два раза было покрашено именно вот этой краской на 9%. Красивый оттенок, правда? Чего я не продолжила? Потом начала другую краску брать. Но не суть. Сейчас мы не только покрасим этой краской, но еще и на 12% бахнем. И я говорю, мам, красишь корни и просто вот протягиваешь вот здесь. До вот этой вот белой полоски. И так везде. А низ я не знаю, может быть, даже и больше. Короче, сейчас, наверное, получится, мне кажется, после этого окрашивания. И будем выдерживать 50 минут. И мне кажется, что после этого окрашивания, сейчас у меня получится, что у меня вот просто вот так будет чисто светлая, очень светлая башка. И дальше мы будем тогда импровизировать. Возможно, я возьму порошок, разведу его с тремя оксидами. Один к трём или один к четырём, не знаю что. И буду чистить длину. А потом тонировать бальзамом, красивым цветом, который я уже тоже поняла, что он идет прям под этот цвет. В общем, я не знаю, что будет, мне немножко страшно, но нам к Новому году нужно довести состояние волос до идеала. Мама, чё ли, ты готова? Она так слушает. Я в ужасе. Мама в ужасе. Ну, а шо делать? Надо делать. Ой, импровизатор ты мой. Это моя новая фраза, слышишь? А шо делать? Надо делать. Мама, надо делать. Ну, в принципе, ничего сложного, согласись. Ну, вот как, наносить, вот сюда наносить, сюда не наносить, понятно. Нет, ты просто, ты всё наносишь просто до вот этого самого светлого. Вот ты видишь переход этот, да? Да, вижу я. О, знаешь, пол дела сделано. Вот, кстати, на камере я не видела, вот сейчас я вижу. Это сантиметров пять у тебя отрасли. Да, да, да. Итак, и что? Я взяла Лонду сейчас в новом месте. 399 рублей, девочки, цена Лонды обалдеть какая. У них, походу, новое, смотрите, новое оформление. Вот этой вот белой штуки не было, по-моему. Экстра рич. Может, это какая-то другая вообще краска? Вот, а взяла 12% капуса, девочки. Потому что, блин, Лонда стоит чуть ли не в три раза дороже, 899. А капус стоит 299. А эстейли стоит 399. Короче, капус самый дешевый оксид. Я его взяла, а что нет? Какая разница? Мне много раз говорили, что неважно какой фирмы оксид. Итак, начнем мы с того, что... А мы будем что-нибудь одевать? Давай. Давай? Давай, короче, я сейчас просто тогда выдавлю краску. Я делаю целую краску, потому что, мне кажется, нам там много надо будет делать, да? Я прям целый тюбик вот так. Ой, подожди, куда тюбик? Стоя, ямба, полезла уже. Давай, подержи. Подержи. Нам сначала нужно оксид. Мы делаем 1 к 2. Сколько в тюбике там? 60? Или сколько? 60. В тюбике 60, значит, нам нужно 120 налить сначала. У меня даже оксида от 12 не было, понимаете? Так. Ох, ну посмотрим, что эта девушка нам насоветовала. Так, вот у нас вот так вот 100. А вот так вот... 120, наверное, где-то. Это если это 150, да, вот это 120. Все. Все, 120. Ну, короче, вымажем все нахрен на все волосы. Главное, чтобы они не отвалились. Это самое главное. Нет, это не самое главное. Главное, чтобы они еще не были паклями. А то на лысо я побреюсь и буду потом парики носить. Что тоже красиво будет, в принципе. Волосы у меня быстро растут. К концу жизни будут длинные. Сейчас я, конечно, с юморком, но если вдруг случится что-то непоправимое, я, конечно, буду плакать. Дэнни, я включила тебе там эти мультики. Иди посмотри. Я хочу раздумать. Все, начинаем мешать. Хочу, пожалуйста. Очень Лонда плохо размешивается. Вот это я не люблю. Придется потратить время. Сейчас мама пока будет мешать. Пойду. Даренька понюхай. Ой, не надо это нюхать, Дэнни, это очень вредно. Фу. Это фу, а не а. Ну все, девочки, работаем. Я ничего на себя стелить не буду, потому что мешка нет. Эту кофту мне не жалко, в принципе. Все. Так, начинаем откуда? Давай с затылка начинаем. Осветляем все-таки. Сзади они просто дольше осветляются. Поэтому ты раздели на зоны и начинай. Есть некий мандаж у меня. Все-таки 12%. Всегда, я не знаю, может, это не страшно. И профессионалы, которые знают, скажут, да что бояться, подумаешь. Ну вот красим мы на 3, нормально же. Красим на 6, нормально. Красим на 9, нормально. Ну и на 12 нормально будет. Я думаю, только может не столь тебе 50 минут держать. Как-то, а то ты еще не знаешь. А там как раз-таки эта девочка, она сказала так, что идет сначала там первые 30 или 40 минут, не помню сколько-то идет, почему 50 она сказала держать. Потому что первые там 30-40 минут идет именно уровень осветления поднимается. А остальное время, там 10-15 минут, последних до 50, как раз-таки насыщается именно пигментом, вот этим, которым мне нужен, оттенком. Поняла? Поэтому очень важно. Если я раньше смою, получается у меня цвет поднимется, останется желтизна. А пигмент как раз не успеет. Слушай, а 12 это сильнее, чем 9, да? Да. То есть оно поднимает выше уровень цвета. Ну, по идее, как бы не должно быть желтизны, но должно сравнять вот так и все. Ну вот вопрос, не будет ли оно потом отличаться от твоих остальных волос? Ну так остальные волосы надо будет подогнать. Вот я же говорю, зачистку порошочком потом, если что сделаем, слабеньким, потому что они-то у меня белые, то есть их, возможно, нужно будет там на, ну, почистить там, может быть, просто от пигментов. Или на тон поднять там все вместе. Мы справимся с тобой. Да? Верь. Ладно, что еще остается делать? Как вообще поделиться? Так, что-то мне тесновато тут. Начинается. Сзади вас немножко. Начинается тесноватой. Тесновато. Ты фикс прайс будешь со мной снимать? Вкусняшки пробовать? Ну, посмотрим сейчас. Я там такое взяла, такое. Еще то, что не брала. А, если ты как раз хочешь кушать, мы покушаем. Ну, посмотрим. А вкусная там еда или там как всегда? Вспомнишь молодость. Ну, знаешь, многие люди, которые очень хорошо зарабатывают, до сих пор это едят. Да, почему? Как думаешь, что это? Красная икра? Люди, которые хорошо зарабатывают, до сих пор это едят. А, ну, которые раньше не зарабатывали, а тебе хорошо зарабатывают. Ну, что, для нас тут раньше красная икра, это прям, это прям вот как бы дорого, богато, понимаешь, на столе получается. Нет, красную икру я не брала. Я красную икру недавно брала и прямо наелась, а только сегодня доела. Я тоже недавно красную икру брала и наелась. А, что бы себя не побаловать. Да. Красная икра не черная. Ну, черную просто настоящую я бы поела, но ее сейчас где найдешь? Да можно найти, но она стоит, там, рядом, ценится. Она стоит, лишь она денег. Ну, и в принципе, зачем ее нужно? Ну, да. Как бы и не обязательно. Согласен. Ладно, все, красимся и потом возвращаемся попозже. Ты мне, кстати, скажи, как настроение у тебя новогоднее там. Новогоднее? Новогоднее настроение. Ты знаешь, мне, наверное, не хватает снега все-таки для полного ощущения. Хотя, вот я сегодня пришла, наконечные прошла, смотрю, сосенки продаются. Я их так подсняла чуть-чуть. Цены какие там на каждой сосне, прям цена уже все. Что там, кстати, по ценам, примерно? Ну, там 1200, 1400, 1500. Маленькие? Ну, я думаю, что... Сколько метров? Ну, как маленькие? Ну, метра, может, полтора. Там и повыше есть. Нормальные, не совсем маленькие, нормальные такие сосенки. Ну, да. Уже продаю. Ты, я видела, маленькую елочку какую-то нарядила, да? Ну, да, я маленькую тоже покупала. А мне удобно. Во-первых, она маленькая. У меня же квартирка маленькая, места много не занимает. Вот. Как раз она встала в тот уголочек, где ей хорошо стоять. Вот в уголочке. На фоне, да, как раз? Ну, у меня же в прошлом году не было уголочек. Ну, да, да. Да, и вот прямо она на фоне так хорошо все. Не стало лишнего ничего туда нигде лепить. Вот прям на елочку чуть-чуть, гирляндочку. И все, мне хорошо. Уже так включить вечерково. Ты кроме елочки еще что-то наряжала? Да нет, ну, вот просто на занавесочку там повесила еще вот эту вот гирляндочку сверкаешься. Ну, все. Не стало ничего сильно заморачиваться. Но настроение пока снега тебе надо. Ну, у меня нет ощущения зимы еще даже. Вот, тем более. О, кстати говоря, во, сегодня же, между прочим, девочки, сегодня самый короткий день, самая длинная ночь. А с завтрашнего дня уже пойдет наоборот. Будет у нас день добавляться. Как ты это с радостью говоришь? День короткий. Мне дня не хватает. А ты такая, день короткий? Световой день я имела в виду. Световой день. А вот мне и свет... Самый короткий световой день сегодня. Мне не хватает света. Мне не хватает света. Так теперь же будет он уже теперь у нас добавляться день. Отлично. По времени. Вот. Я вот за что люблю, что уже, знаешь, как бы мы все время ждем вот зима там, то все, холодные все дела. Ждем Новый год, потом отсчет. А я вот начинаю отсчет уже не от Нового года, а вот именно... Я помню, что в 20 какого-то числа вот идет уже обратный отсчет, и уже день будет прибавляться. Сейчас просыпаешься в 8 утра, на улице темно. Ну куда это годится? В 4 дня на улице уже темно. Слушай, никуда не годится. Ну да. Ты там пока разговариваешь, ты нормально промазываешь? Не только корни, но и желтые, да? Ну да. Я же потом еще буду добавлять. Давай. Ты должна все свои страхи проговаривать. Мама что-то боится. Чего боишься? Не, ну вот ты, допустим, доверилась человеку там, что тебе сказали вот такую-то процент. Давай краску держи. Фиолетовый цвет, смотри, какой красивый. Да. Мы все фиолетовым, смотри. И у тебя кофточка, и освещение. Да. Ну. Ну, ты человека хорошо знаешь. Может быть, это не доброжелатель твой. Тебе советы такой дают, чтобы ты вообще облизла и все. Нет, ну я же подключаю интуицию, когда общаюсь с людьми. Я же задаю много вопросов. И как бы я чувствую, с каким посылом идет человек. Меня так просто не проведешь. Нет, все от доброты душевной. Просто у тебя то, что ты говоришь, что это белая полоска, ее, в общем-то, почти что не видно. А то, что вот уже дальше идет, у тебя, я вижу, местами прям... Не видно, да видно. Желтизна. Видно, да не видно. И вот эту бы желтизну бы тоже. Ну-ка не капай на меня. У тебя от корня получится сейчас будет белая, а дальше... Ой, мы прям думаем, сейчас белая прям, ну прям белая прям получится. Сейчас точно такая же будет полоска, и не особо сильно заметная разница. Просто хочется мне все до идеала. По большому счету можно и эту полоску проигнорировать, понимаешь? По большому счету можно взять тонировочку. Дэри, сделай тише, пожалуйста. Мама снимает. Сделайте, или в комнату пойди. Еще. Ага, спасибо. По большому счету можно взять просто чуть-чуть тон пониже, там на девяточку, даже на десяточку, наверное. Затонироваться каким-то оттеночком бежевым. И нихрена видно не будет. Но я-то хочу красивый, жемчужный цвет. А для этого нужно постараться. Дэри, вот это экспериментировать, да? Ну, я люблю экспериментировать. Я это не скрою, конечно же. И, знаете, я простых решений не ищу. Ну, да. Я люблю даже, когда мне профессионал что-то советует, я люблю всегда что-нибудь свое привнести, какую-нибудь изюминку, от которой всех глаза на лоб полезут. Так, а то тебя там уже показывает другой блогер разбор полетов, где что ты делаешь не так. Да, я не против. Ей в целом, походу, все нравится. И тоже эмоции нравятся. После моих окрашиваний она адреналинчик получает с ним. Ну, цвет красивый вот такой. Красочки у нас хватает, я вижу, да? Да, мы еще промажем, еще проэмульгируем по длине. На всякий случай. Хотя на 12% по длине не очень хочется делать. Ну, а что делать? Надо делать. Не, ну, проэмульбировать можно в конце, потому что, ну, более-менее как-то сравнялось. Гровицы чуть-чуть размыть. Просто 12%? Как художник, заретуширует. Мама, о чем у меня волосы фиолетовые? Они не были такие. Я вот не знаю, что из этого выйдет. Вот, что выйдет. Я не знаю, мне кажется, тебе бы все это намазать бы вообще. Они в цветового зарапана. Не, ну что, а вот этот что? Что это? Желтый, желтый. Или он кажется желтым по сравнению с этим цветом? Ну, подожди. Я просто не хочу на 12%. Мы к концу это попробуем промэмульгировать, чтобы недолго держать. Ну, просто на 12% не хочется долго. Ой, ну что там, осветляется? Заколот как-то. Да, оно фиолетовое, и не поймешь, осветляется ли, что с ним делается. Без понятия. Да, уже. Я без понятия. Так, ну что, мои хорошие, прошло у нас 50 минут. Мама еще там что-то внизу подмазала, что-то попыталась проэмульгировать. Но, в общем, я пойду сейчас уже смывать все это дело. Надеюсь, что с первого раза все будет красиво и равномерно. Но не факт. Будем действовать по ситуации. Сейчас пойду все проэмульгирую, 5 минут еще подержу и смоюсь. И вернусь. Пощипываний особых никаких нет. Точно так же, как и на 9%. Поэтому, как бы, не так все страшно на деле, как казалось. Там Деня издевается над бабулей. Обезьяна маленькая. Пойдем на диван, пошли. Ой, помыла я голову. Вот знаете, что я вам могу сейчас сказать? Если корни опять у меня не возьмутся тем идеальным белым красивым цветом без желтизны, обещаю, будет порошок в следующий раз. Все. Если уж 12% не возьмет мои волосы и не осветлит красиво, будет порошок, я сказала. Короче, помыла голову сейчас шампунечкой. И бальзамчиком вот таким воспользовалась. И еще прям, ну, по всей длине и так, и так. Он чуть-чуть красиво тонирует волосы, легко. И он прям дает вот тот же мчужный цвет. Очень красиво. Вот это платиновый блонд палет. Мне нравится. И как бальзам очень хорошо волосы моей расы шелковистенькие стали. Вот. По длине в прошлый раз он мне очень прям понравился. Прям вот то, что мне нужно. Вот. Ну что? Давайте посмотрим на мокрые волосы. В целом состояние волос прекрасное. То есть 12%, 9%. Разницы нет. 6. 12, 9, 6. Разницы нет. Так, ну вот смотрите. Тут прям холод какой-то бросается в глаза, да? Здесь еще непонятно. Что у нас тут разноцветие какое-то все равно, да? У нас присутствует. Они там очень холодные. Непонятно. Ну понятно, что в мокром положении мы ничего это не смотрим делаем. Но все равно всегда интересно заглянуть в мокрые волосы и немножко подукрасить впечатление у себя. Ладно, пойду я сушить волосы. Потом будем делать выводы и смотреть, что делать дальше. Ну, ё-моё! Мне кажется, я поняла, в чем прикол. Короче, ладно, давайте я вам покажу исход. Как вы видите, все равно желтят корни. Желтят корни. Длина тоже у нас тут желтит. Но зато наша белая полоска, которая и так была идеальной, стала серой. Посмотрите, какой красивый серый оттенок. Короче, это белая полоска. Я вот уже сейчас пока мыла, пока смотрю, я думаю, блин, может я сомневаюсь, что не этой краской я сделала белую полоску. Белая полоска это явно от какого-то порошка. Но я порошком никогда не красила волосы себе. Походу, это в салоне, где-то мне покрасили корни, видимо. И получилось, вот это вот потом отрастает, отрастает. И вот это я потом в Total Blonde ушла, полностью сама дома начала красить. А корни, как мне тогда херанули порошком, так вот и осталась эта полоска. Она меня преследует. И, конечно, она любой пигмент берет сразу. Чтобы вы понимали, вот этот платиновый блонд я 3 минутки подержала. Даже 3 минуты не подержала. Так что от него толка там особого нет. Он дает вообще там мимолетный оттенок. Вот эта вся серость, это из-за краски. Вот что получилось вообще. Ну, понятно, что это смоется сейчас, там будет красивый-красивый оттенок. Но на корнях, вы понимаете, да, он желтит. И 12% нас не спасли. Нет вот такого же, понимаете. Я хочу точно такое же на корнях. А его нет. А на корнях желтое. В целом цвет красивый. То есть он не желтый. Он на фоне серого сейчас и желтит, и кажется желтым. Очень мягкий, благородный цвет. Он такой, знаете, холодно-бежевый. То, что нужно. Но чтобы это было красиво, и краситься вот этой краской на 12 и на 9, одной тоже у меня получается. Нет смысла как бы, да. Вот этот вот кусок серый надо куда-то убрать, понимаете. Вот его бы не было, и всё. И вот так вот раз, отсюда прям. И пошли наши красивые волосы, понимаете. С красивым оттенком. А вот эта серая полоса, всё портит. Я не отчаиваюсь, потому что к Новому году я ещё несколько раз помою голову. Эта серая уйдёт. Но я-то знаю. Я уверена, что будут меня спрашивать, Селена, чем ты красишься таким прекрасным? Что за цвет? А как объяснить? Понимаете, сначала вам нужно серую полоску замутить, потом её пытаться выводить, как-то скрыть. И будут получаться разные красивые цвета. В общем, волосы здоровые, классные. 12% никак их там не ухудшили. То есть ничего страшного. 12.9. В общем, не суть. Важно. Оттенок мне этот нравится, конечно. Но не нравится вот этот контраст, который получается. Несколько раз ещё до Нового года помою голову. Серый уйдёт. И будет, конечно, лучше. Но! Я понимаю, что я буду... Блин, у меня идея такая... Ну, желтизна моя вот там внизу, конечно, не уходит. Я думаю, что недостаточный уровень осветления вот здесь. Прямо надо хорошо их почистить порошком. И, короче говоря, я не знаю. Я, наверное... Может, в салон всё-таки пойти. Пусть у меня выровнят цвет как следует. Прямо покрасят, почистят. Всё как надо сделают. И оставят мне корни потом. А я буду корни уже потом чем-то красить. Может, там не посоветуют, чем красить корни. Не знаю. Или продолжайте экспериментировать самостоятельно. За что вы голосуете? Напишите в комментариях. Если самостоятельно, то я жду тогда... Уже в новом году мы будем экспериментировать, я думаю, с порошком. Я всё-таки хочу попробовать порошком покрасить волосы. Вот. Ну и тогда я жду комментарии профессионалов. Прямо вот те, кто знают мои волосы, следят долго за ними. И точно знают, что им нужно. Вот. В общем, сложные. Сложные мои волосы. В общем, вот такой эффект. Я его, кстати, не сняла до. Так что сравнить не с чем. Просто сравнивайте меня с прошлой. Вот так сзади. Как вам? В общем, вот такие вот дела. Мам, что скажешь? Что получилось? Я просто смотрю... Вы не телепты, что думаешь? Я смотрю, пытаюсь понять. Я что-то не могу понять. Чего ты не можешь понять? Ну, то, что ты говоришь, полоса белая, вот эта, что была... Она сейчас серая. А тут уже не полоса. У тебя просто вот этот верхний слой волос, он же вот так вот весь идет сюда фиолетовый. То есть вот такой, да? Я сейчас любопытство ради хочу посмотреть, а что здесь под... Что под? Вот волоса черче. Вот эта полоса черче, да. Она как бы отличается от остальных волос. Как будто у тебя светлый волос тут вообще был сверху вот этот. Ну, знаешь что? Когда подсмоется, я тебе говорила, когда красила, у тебя такое впечатление, как мелирование получается. У тебя будет полоска одна, ну, как бы вот, как посветлее, другая чуть пожелтее. У тебя волос такой выглядит, как мелирование. Как будто на мелирование мы тонировались, понимаешь? Ну, вот здесь вот прямо, конечно, четко прямо видно. Вот эти вот сверху, они такие светло-серые, как серенькие, да, вот эти вот? Да. А снизу там, не пойми, что ли? А снизу только полоса. Сверху не полоса, а сверху сплошь. Вот здесь вот только вот полоса идет. Если вот это вот убрать, вот как такая чуть-чуть видна полосочка вот эта вот. Вот тут вот. Ну, вот она, эту полоску, понимаешь, она иногда все портит, даже, потому что, когда я бальзамом каким-то тонируюсь, она прям впитывает в себя пигмент. А обычно так хорошо впитывает в пигмент, не краска. Слушай, ну, у тебя вот настолько волос отрастает за какой период? Надо вспомнить, когда это ты красила. Типа еще два раза так же отпусти, мы отрежем, да? Нет, нет, когда ты красилась, и вот вспомни, чем ты тогда красилась. Да вот я думала, что я вот этой краской красилась, но понимаешь, она, видишь, опять мне дает вот такую желтизну. Она не такая белая. Я думала, что сейчас у меня все как полоска. Ну, вообще, да. Вот от корней желтизна идет. Потому что вот, значит, это порошок, и все. Значит, это порошком. Еще тогда в салоне мне покрасили, и все. И вот осталась полоска. Слушай, ну вот эта синева уйдет, смоется, и тогда, да, будет, мне кажется, так уже нормально выглядеть. Сейчас, конечно, контраст виден, потому что синева прям местами, кажется. Синяя-синяя. Синева, фиолетовая. Ладно, в любом случае, маме, большое спасибо. Сейчас я уже не буду ничего трогать, не знаю, ничего не будем делать и чистить, да? Оставим так. Ну, пока так, походи, смоешь один раз, посмотришь, что будет. Да, два раза надо смыть. Ну, или два раза смыть, посмотришь, что будет. В общем, в новом году увидимся, посмотрим, что у меня с волосами. Ничего страшного. Главное, чтобы живые были волосы. Да, и главное, что корни теперь не отросшие, а желтые. Красота. В общем, пишите комментарии ваши, подписывайтесь на маму Чолю, ссылка под видео. Ну, а мы с вами прощаемся до следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok